Это так странно выглядит. Чувствую себя голой. Всем привет, меня все еще зовут Дарья, и сегодня у меня настроение самурай. А еще я сегодня с лысым лицом, но без привычных тонн макияжа. Я, наверное, должна сказать, ахаха, не смотрите на меня, я сегодня совсем без макияжа. Но на самом деле мне тоналка, пудра и немножко туши для ресниц. Ну, потому что я сегодня буду краситься. Это очевидно, вы, наверное, это поняли. И как бы я думаю, что вот эти вот основные все вещи никому не интересны. Кто не видел, как размазывают тоналку по лицу? Все видели правильно? Это скучно. Короче, очень долгое вступление. Давайте я начну и в процессе вам объясню, что происходит. На самом деле я просто устала от однотипных обзоров на моем канале. И решила сделать что-нибудь этакое. Хоть у нас и не снежные дела. Я даже не знаю, кстати, будут ли снежные дела в этом декабре. Если кто не знает, это была постоянной рубрикой. Я каждый декабрь снимала снежные дела. То бишь, всякие видео, которые нестандартны для моего канала, которые я обычно не снимаю. Так вот, да. Возможно, нестандартных видео... Я чищу кисточку. Не почистила заранее, потому что я херовый бьюти-блогер. Я вообще, в принципе, блогер так себе. Я думаю, вы заметили. И я сейчас даже не пытаюсь нарваться на комплименты. Это факт. Возможно, снежных дел в этом году не будет. Поэтому я снимаю нестандартное видео в ноябре. Но на самом деле не поэтому. На самом деле я снимаю в ноябре, потому что мне просто захотелось снять именно сегодня. Почему-то. Такие дела. Но я предупреждаю, что не факт, что снежные дела вообще в этом году будут. Просто информация. Мне нужно поставить камеру поближе или норм? Наверное, все-таки поставлю. Вот так, мне кажется, будет неплохо. Хотя в любом случае я узнаю об этом уже на монтаже, когда будет поздно. Я не умею снимать макияжи. На самом деле это охренеть как сложно. Блин, так странно это все. Особенно странно. Особенно странно. Смотреть на себя в экранчик камеры и не видеть там каких-нибудь огромных смоки. Это очень странно, ребята. Я к таким вещам вообще абсолютно не привыкла. Не могу сказать, что я прям повседневно ношу супертяжелые макияжи, но крашусь я постоянно. Прямо смоки-смоки полноценные, может быть, я и не делаю. Но какие-то яркие стрелы или темную помаду я, пожалуй, ношу всегда. Да, в принципе, из дома не выхожу без какого-то косметоза на лице. Там уже просто... Его количество и стиль это уже просто по настроению. Мои лысые веки стали еще более лысыми от консилера. Моя мама говорит, что без тяжелого макияжа я выгляжу лет на 8 моложе. Ну как, я похожа на 11-летку. Касательно продуктов, я, если честно, не знаю, стоит ли показать вам, чем я пользуюсь. Есть ли в этом смысл? Потому что никакой лухари косметики у меня нет на самом деле. У меня все практически из перехода. Ну не совсем из перехода, конечно, но что-то к этому близкое. Поэтому, не знаю, есть ли в этом смысл вообще. Напишите в комментариях, интересно ли вам это. Давайте так. Пока что такие видосы очень экспериментальные. И, возможно, это вообще единственное видео, подобное на моем канале. Я посмотрю, понравится ли вам вообще такой жанр. Потому что, если нет, ну меня интересуют макияжи. И, конечно, я бы хотела просто для себя их снимать. Просто тогда я не буду делать это на основном канале. Возможно, я создам для этого другой канал. Или же буду постить это в инстаграме. Я еще не определилась. Но на канале таких видосов, возможно, больше не будет, если вам не зайдет. Ну потому что, что же я буду портить вам настроение своими. Никому не нужным и видео. Если этот жанр зайдет. И если я буду снимать там хотя бы раз в три месяца что-то подобное. То тогда я буду вам показывать продукты. Может быть, какие-то свочи. Ну, все в таком роде. Вот. Поэтому, не знаю, напишите в комментариях вообще, интересно вам такая идея или нет. Если вам нравится подобный процесс, то, возможно, такие видео периодически будут выходить. Вообще, на самом деле, подобный жанр очень неоднозначный. Потому что он подходит и бьюти-сфере, и чему-то творческому. Особенно, если это какие-то креативные макияжи. Я же не визажист. Я же не визажист. Поэтому все, что я выдаю, это скорее не макияж. А мазня на лице. Ну, серьезно, так и есть. Я очень надеюсь, что вам будет нормально видно. Я, на самом деле, о макияже мало что знаю. А точнее, вообще ничего не знаю. У меня действительно просто к этому тупо художественный подход. Вот. Как мне приспичит, так я и делаю. А как там нужно или как правильнее, я вообще не в курсе. Я смотрю иногда бьюти-блогеров и какие-то туториалы. Ну, в основном, я парю всякую отсебятину. И, в принципе, мне нравится такой подход. Мне нравится, что такие макияжи сейчас входят в моду. И все больше и больше людей их юзают. И я сейчас говорю не только про всяких инстаграм-моделей. А вообще, даже на улице своего города я все чаще вижу всякие прикольные мейки. Яркие, радужные. Всякие там геометрические фигуры рисуют на лице. Опять же, яркие темные помады. Раньше этого было гораздо меньше. Однажды ко мне подошла подписчица. И я уже не помню, как у нее были оформлены сами глаза. Но у нее на веках были такие маленькие-маленькие милые ромашки. Это было так геомно. Это было очень мило. Но я ей, к сожалению, не успела сделать комплимент. Потому что, во-первых, я испугалась. А во-вторых, она довольно быстро убежала. Но потом я уже пришла домой и вспомнила об этом. И думаю, блин, почему я не сказала? Девочка с ромашками на веках. Если ты смотришь это видео, знай. Ты очень милая. И мейк у тебя тоже очень милый. Я вообще на самом деле радужный мейк рисую первый раз. Вот видите, я даже не говорю, что я крашусь. Я рисую. Так работает это в моей голове. Мысль о создании отдельного инстаграм-аккаунта для моих макияжей не покидает меня, наверное, уже месяца три. Я еще летом об этом думала. Потом думаю, ну, это такая, типа, сиюминутное желание какой-то дурацкое. Нужно же успевать все это реализовывать. И все такое, и временно это нужно. И силы какие-то, и бла-бла-бла. И вообще какие-то умения вести макияжный инстаграм. Я просто подумала, ну, это у меня сейчас такое сиюминутное желание какое-то дурацкое. Потом я передумаю. И что, и будет там пять фоток. И, короче, я его заброшу. Но на самом деле вот уже три месяца прошло, и меня все еще эта мысль не покидает. Так что вполне возможно, вполне возможно инстаграму, мейкапному все-таки быть. Опять же, мне поможет определиться это видео. Ваша реакция. Вообще, в принципе, я уже получила достаточно вашей реакции о моих макияжах. Потому что вы под многими видео пишите, что вам нравится. И когда я постчу какие-то селки в сторис, вам тоже нравится. Вы мне пишите в директ, что круто. Значит, все-таки есть люди, кому нравится эта тема. Потому что, опять же, да, это не рисование, но это очень и очень близкая вещь. И вообще с мейкапами можно много чего интересного намутить. Вот. Поэтому, мне кажется, в принципе, если постараться, если научиться как-то красиво снимать мейки, а не так, как я сейчас, а бы как, то эта рубрика вполне может вписаться в мой канал. Очень сложно краситься и о чем-то говорить. Я и так, товарищ, очень рассеянный. А тут еще два дела сразу. Ну, нет уж, это слишком тяжело для моего мозга недоразвитого. Краситесь ли вы? Если краситесь, то как? Потому что я, на самом деле, всю свою жизнь, наверное, класса, там, седьмого, с восьмого, красилась тупо коричневыми цветами только для того, чтобы просто вот, ну, подчеркнуть глаза, грубо говоря, сделать их чуть-чуть ярче, да? То есть, такой практичный мейк. Просто там ресницы, немножко какого-то коричневого или черного карандаша, там, максимум стрелки. Когда я закончила школу, я уже начала посмелее краситься чуть-чуть. Но, опять же, ярких цветов никаких не было. В основном это были просто смоки. То есть, я ехала на пары в 7 утра, вот так просто, с черными глазами. То есть, как бы, да, мои макияжи были яркими, но они все равно были однотипные, потому что они были в одной цветовой гамме. Они просто были черные, коричневые, иногда, иногда какие-то красно-бордовые, может быть. Вот, как-то так. Сейчас я уже решила пойти дальше и пробовать какие-то другие яркие цвета, вплоть до кислотных, которыми я сейчас пользуюсь. Да, кстати, это прям кислотные пигменты, если что. Правда, камера их не воспринимает как кислотные, к сожалению. Но я постараюсь как-нибудь нацветокорить, чтобы вам хорошо было видно. На самом деле, эти пигменты офигеть какие яркие, они прям вот кислота-кислота. И еще я заметила, что со всякими креативными мейками ушла вот эта вот штука касательно цветотипов каких-то. Что кому идет, что кому не идет. Потому что, например, моему цветотипу вообще, в принципе, если смотреть с точки зрения визажиста, по-моему, я могу ошибаться, мода просто меняется. Но раньше один визажист сказал мне, что для темноглазых брюнеток, таких как я, нет хуже цвета, чем синий, какой-то бирюзовый, голубой. Ну, короче, оттенки голубых и синих. Вот там зеленый подходит, коричневый, красный, а вот синий, это типа вообще противопоказано. Но это раньше так мне говорили. Если сейчас у визажистов какие-то другие правила, то напишите в комментариях, если вдруг вы визажист, поправьте меня. Ну, в общем, мне такое уже говорили, да. Причем не раз, и, по-моему, статьи я какие-то читала. Но это было давно еще, в подростковом возрасте. А сейчас я смотрю на современные макияжи, и я вижу, что это как-то тоже уходит на задний план. То есть макияж реально становится прям совсем без правил. Я буквально недавно натыкалась на макияж. Там у девочки был как раз такой цветотип, как у меня, то есть очень бледная кожа, карие глаза, и она была шатенкой. И на ней был прямо вот полностью голубой-голубой макияж такой, знаете, а-ля прямо 90-е. И выглядело очень и очень круто и красиво, на мой взгляд. И тут как бы два варианта. Либо меня все время обманывали, и на самом деле шатенком с карими глазами идут голубые и синие оттенки. Или просто поменялась мода, и теперь в наших глазах это просто не так убого смотрится. Вот и все. Так что я даже не знаю, где тут правда, но мне после этих мейков даже захотелось попробовать какие-нибудь синие-голубые мейки. Короче говоря, ребятки, пишите вообще, что вы об этом думаете. Мне кажется, это была бы неплохая рубрика, потому что она разговорная. И тогда мне хочется с вами поболтать о том, о чем. И не на определенную какую-то заданную тему, да, а просто что-то типа влога. Можно назвать это влогом? В общем, вы поняли. Мне бы хотелось периодически по настроению что-то такое снимать. И я думаю, что многим из вас должно зайти, потому что кого-то действительно интересует макияжи, а того, кого макияжи не интересуют, тому, в принципе, все равно, о чем я там болтаю, можно включить на фоне и опять же рисовать. Я вообще, на самом деле, свой канал так и позиционирую, что он такой а-ля фоновый. Его довольно комфортно смотреть и рисовать. Или заниматься какими-то делами. Ну, в основном, конечно, рисовать. Потому что я стараюсь делать видео хоть в какой-то степени вдохновляющими. Поэтому, если вас будет вдохновлять такой формат, я буду очень рада снимать хотя бы периодически что-то подобное. Почему бы и нет? А еще знаете, в чем вообще сложность съемки макияжа? В том, что камера зараза показывает то, чего на самом деле нет. То есть сейчас я смотрю на себя в зеркало и все вполне прилично растушевано. То есть, ну, нормально. Да, может быть, не идеально, но в реальной жизни нет никаких там ярко бросающихся в глаза недостатков. Камера же, стерва, покажет вам все в 350 раз хуже. Поэтому я поражаюсь бьюти-блогерам, которые очень красиво умеют снимать макияж. Это действительно непросто. Там целая система. А теперь вопрос. Подводить ли мне нижнее веко? В принципе, мне и так нравится. Давайте, наверное, я сначала решу с помадой. Нет, мне кажется, оранжевая будет плохо. Давайте я попробую синюю. Кстати, о вражеском синем цвете для брюнеток. Давайте опробуем. Фиг с ним. Мой макияж, мои правила. Я очень часто замечаю, что девушки, у которых нет вот такой, как это назвать, птички, короче, V-образной вот тут формы губ, они себе подрисовывают прям вот, делают фейковую вот эту форму. А у меня она есть от природы, и меня она бесит. И я ее наоборот всегда закрашиваю. Ох уж эти странные женщины. Господи, Дарья, что по симметрии? Ну, вроде как, неплохо. Еще мне хочется добавить, наверное, желтого еще чуть-чуть, совсем немножко. Вот сюда. Если честно, не знаю, как вам смотрится на камере, но, по крайней мере, у меня в зеркале весьма приемлемо. И даже не так рукожопно, как обычно. Мне вот совсем чуть-чуть чего-то не хватает. Может быть, добавить блестки? Может быть, золотые? Смотрите, как красиво переливаются. Перебор ли это? Да. Остановит ли меня это? Нет. Девочки, это радуга. Радуга-дуга. Такой вот нестандартный видос у меня получился. Я очень жду вашей реакции. Напишите в комментах, если вам нравится такая идея. Если да, то почему бы и нет? Может быть, пару раз в год я буду снимать что-то подобное. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать. А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. У меня два Инстаграма. Возможно, скоро будет три. В общем, все ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok